Более 600 миллионов людей в мире страдают от хронических болезней легких и бронхов, а с наступлением зимы число заболевших только растет. Пневмония или воспаление легких – одна из самых коварных и даже смертельно опасных болезней. Заболеваемость вне больничными пневмониями регистрируется среди населения в течение всего года. Мы осуществляем еженедельный мониторинг за слежением заболеваемости. За предыдущую неделю по округу зарегистрировано 295 случаев вне больничных пневмоний. Наибольшее количество случаев зарегистрировано на территориях города Сургута, Урая и Нижневартовска. Вне больничная пневмония – это пневмония, которая связана с заболеванием вне больницы. То есть заражение заболевания произошло вне медицинского учреждения. Достаточно простудиться, замерзнуть или даже просто понервничать. Иммунитет ослабнет и тут же придет болезнь. Часто бывает, что пневмонией человек заражает себя сам. Микробы и вирусы, которые постоянно живут в наших носоглотке, крови, лимфе, вызывают пневмонию. В группе риска – люди, которые страдают хроническими заболеваниями легких, бронхитом, сахарным диабетом. Пневмония – это обычно ведущий возбудитель пневмокок, до 50% случаев пневмонии именно он вызывает. Это передается в путь воздушно-капельный и достаточно легко заразиться, так скажем, особенно для пациентов группы риска. Но единственная профилактика – это специфическая вакцина-профилактика пневмококовой инфекции. Пневмония может стать последствием вирусных инфекций, поэтому первые правила профилактики – постоянное проветривание помещения, уборка и частая мытье рук. В настоящий момент необходимо избегать обязательно переохлаждения, достаточно тепло одеваться. Поскольку внебольничные пневмонии имеют воздушно-капельный путь передачи, то большое значение, как профилактическая мера, имеет проветривание помещений, влажная уборка помещений. Ну и в плане личной защиты необходимо избегать мест массового скопления людей и избегать контактов с уже заболевшими. Самые очевидные симптомы пневмонии – кашель с мокротой желтого или зеленого цвета, одышка, повышенная утомляемость и температура тела чуть выше 37 градусов. Ярко выраженных признаков может и не быть. Именно поэтому пневмонию называют одной из самых коварных и смертельно опасных болезней. Может быть такая ситуация, вы заболели, банально насморк, боли в горле, все это протекает 3-5-7 дней, и если это сохраняется, и плюс появилась кашель, одышка – важный симптом, появились боли в грудной клетке, следует обратиться к врачу незамедлительно. Основной способ распознать заболевание – флюорографическое и рентгеновское исследование легких. От тщательной и глубокой диагностики врача зависит правильность назначения терапии. Продолжение следует...